Привет, друзья! Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь. А если подписаны, проверьте колокольчик, а также ставьте лайки, много комментируйте и распространяйте наше видео. Газпром сократил поставки газа в октябре по указанию Кремля. Не существует никаких технических проблем, тем более за такую цену. Такого мнения придерживается глава ассоциации Watchdog Валерий Паша. Кремль настоятельно требует реинтеграции Приднестровья по модели федерализации. То есть дисфункциональное государство, которое никогда не сможет развиваться или интегрироваться в ЕС. И все же нас заставляет взять на себя долг почти 8 миллиардов долларов за газ, поставленный за годы в Приднестровский регион. Деньги, которые финансировали сепаратизм и шли в карманы российских олигархов через металлургический завод, молдавскую ГРЭС и криптовалюту, пишет Валерий Паша. Facebook передает Лиза МД. От нас требуют в короткие сроки выплатить долги правого берега около 800 миллионов долларов. То есть оплатить схемы воровства, составленные людьми, назначенными Газпромом вместе с Додоном, Плохотнюком и кем угодно. То есть украли, давайте заплатим из бюджета. А почему бы нет? Давайте тогда уж вернем за свой счет миллиарды, украденные Плохотнюком и Шором из банковской системы, отметил эксперт. От нас требуют отказаться от реформы энергосистемы. То есть настаивают на том, чтобы оставаться вечно зависимыми, финансировать сепаратизм на нашей собственной земле, рискуя в любой момент остаться без электричества или газа из Москвы. Может быть, осмелимся принимать собственные решения? Задается вопросом глава ассоциации Watchdog. И это еще не все. Настоящая причина введения чрезвычайного положения в другом. Вот почему мы не можем позволить себе покупать газ в России и проблемы не в цене. Дело в том, что Москва не хочет продавать нам газ без того, что мы уступили свой суверенитет. В том числе финансово. Только экстренная выплата Молдова газом долгов 800 миллионов долларов в течение трех лет означало бы рост тарифов. Уже дешевле покупать несколько месяцев за 1000 долларов, чем за 500 долларов плюс заплатить за содеянное ворами Плохотнюка и его друзьями в Москве, подытожил Валерий Паша. Отметим, что из-за повышения цены на продукцию «Газпрома» в несколько раз власти Молдовы ищут альтернативных поставщиков газа. В Молдове действует режим чрезвычайной ситуации в связи с острым газовым кризисом. Соответствующее решение было принято правительством страны на заседании профильной комиссии. Дело в том, что 30 сентября истек многолетний контакт Молдовы с «Газпромом». Контракт был заключен еще 15 лет назад и ежегодно продлевался. На этот раз контракт продлен всего на месяц, однако в настоящее время республика платит российским поставщикам 790 долларов за 1000 кубических метров голубого топлива, что примерно в пятеро дороже прошлогодней цены. Кроме того, поставки газа в Молдову из России снизились на треть. В Москве отрицают факт политического шантажа Кишинева с целью отказаться от прозападной внешней политики и от борьбы с коррупцией, которая процветала при пророссийском президенте Игоре Дадони. Однако российские власти были уверены, что нынешний лидер Молдовы Майя Санду сама должна приехать в Москву и лично попросить о снижении цены на газ для Молдовы. О том, какие условия ей может выставить противоположная сторона, умалчивала. Виталий Андреевский считает, что при внешнеудачной складывающейся для Молдовы ситуации есть одна загвоздка. Молдова может, возможно, не все потребности, но закрыть часть их за счет газа из Румынии. Сейчас мы ведем переговоры с Польшей. Да, у них не хватает своего газа, но чуть-чуть нам дать они его могут. У нас нет мощных потребителей газа и в основном он уходит на бытовые нужды. И тут Россия сталкивается с очень серьезной проблемой. Если мы берем газ из Польши или Румынии, он уходит на правый берег Днестра и не идет на левый берег для Приднестровья. А так как не будет контракта Молдовы с Газпромом, то Украина 10 лет назад пропустила бы газ для Приднестровья, а сейчас не пропустит. И тогда Приднестровье окажется без газа и без электричества, потому что Кучурганская ГРЭС работает на газе. И это полный крах Приднестровья, говорит директор Института фиктивной политики. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...